Русские новости Главная текущая проблема ощущается как главная это проблема, что делать на выборах 2018 года в марте и у нас снова пошел раскол в русском движении и такой заливистый скандал в социальных сетях происходит ну просто жуть он конечно меньше, менее масштабен чем раскол, который был связан с Донбассом и тогда разделились люди одни говорили, Донбасс это путинский проект значит надо поддерживать антитеррористическую операцию украинских вооруженных сил будь то бы Украина, это не Россия и будь то бы Украина, у Украины могут быть вооруженные силы, которые организуют военные операции внутри нашей русской цивилизации это конечно бред собачий как Путин, так и Порошенко являются двумя сторонами одного и того же субъекта, который ненавидит все русское в России и подавляет. Геноцид русского народа осуществляется на Украине в совершенно открытой форме в России в почти открытой форме ровно с той же интенсивностью ну разве что всякая нечисть не убивает русских журналистов русских политиков да их и не видно, потому что их затаптывает путинский режим до такой степени что о них всякие там укра-бандеровцы порой и не вспоминают ну впрочем сейчас как раз в связи с вопросом о том, за кого голосовать или вообще не голосовать в марте 2018 года пробудил, забурлила вот эта грязная компания из нее снова начали поступать миазмы в общем-то те же люди те же самые вороты та же самая подлость гнусности и бесталанность ну хорошо нашли вы компромат в кавычках нашли что-то вот такое ну давайте выкладывайте чего вы выкладываете оказывается не компромат а просто ложь просто ложь или оскорбление другим вы не пользуетесь то есть вы такие же как путинский режим все вот вы эти украбандеровцы которые имитировали свою русскость в течение многих лет мы вас тогда вычислили и заставили выйти на свет в 2012 году вот вы сейчас через некоторое время тогда вы были разоблачены вы думаете что кто-то там забыл об этом что кто-то не помнит вашей подлой роли в те времена кто не помнит вашей роли в 2014 году когда вы как евромайдальщики выступили за европейский выбор ну мы же вас всех знаем по именам и всех ваших негодяев которых вы считаете чуть ли не талантами интернет такими виртуозами это просто грязь и я лично там на меня брызги какие-то попадают ну не читаю я не читаю не смотрю иногда мне присылают ну я не глядя вижу что это очередная пакость я говорю ну ребята не присылайте мне эту дрянь пожалуйста не присылайте ну другой вопрос интересует вопрос на самом деле стоит достаточно жестко вот сейчас он формируется и понятно что на выборах будет голосование если до выборов вообще дойдет потому что Путин может осуществить государственный переворот в любой момент для него и выборы являются государственным переворотом но ежели дойдет до выборов если не будет тотального беззакония оно будет вот если не тотальное то будет противостояние Грудинин и все остальные кандидаты в течение всей избирательной кампании выдвинулся Грудинин а все остальные это будут путинисты да Грудинин наверняка тоже там где-то на верхах согласовывали и что с того тем не менее противостояние будет именно такое является ли Грудинин русским националистом конечно нет понимает он что-нибудь там в русском вопросе пока нет но кое-что уже понимает и на своей судьбе кое-что прочувствовал поэтому будет это противостояние Грудинин или Путин если человек говорит что мне что Грудинин что Путин все равно что ему скажешь тогда значит ему и судьба России в общем-то ничего не стоит конечно после Грудинина не наступит блаженство и не прекратится безобразие в какой-то мере он готов это безобразие прекратить как человек разумный без вот этого психоза который Путин нес через всю свою жизнь начиная с самых малых лет когда он был омегой в школьные годы в общем-то ничтожеством кто видел фотографии прекрасно заметит что это был за человечек и когда его приняли в КГБ он ничтожеством и остался и тоже фотографии тех лет показывают нам абсолютное ничтожество ну просто действительно моль и вот эта моль правит страной уже 18 лет вы согласны на то чтобы в избирательной кампании опять надурили людей так же как с Ельцин в 96 году якобы Россия проголосовала за Путина ну это бред сивой кобыл согласитесь можно не пойти голосовать и я неоднократно призывал к бойкоту когда на выборах были одни путинисты ну просто никого другого ну да был там Зюганов ну это же понятно что человек проигрывает всегда и все были там Жириновский так это мальчик на побегушках это просто любимый песик Путина который видит в Жириновском свою реинкарнацию это человек которого КГБ лелеяло вырастило и дальше вот ведет по жизни ФСБ и всякие там прочие спецслужбы это их абсолютно человек кто не их человек будет на этих выборах да не будет ни одного вот за исключением Грудинина который имеет по крайней мере свою собственную гордость у него есть свой собственный проект по жизни он его может показать есть чем похвалиться но давайте мы сравним вот Путин или Грудинин давайте сравним вот той по той схеме которая предложена в заставке нашего видеоролика вера нация и империя то есть держава по вере по вере Путин кто он никто по вере он сатанист потому что ему в равной степени возможно прийти в православный храм лоб перекрестить и пойти к стене плача надеть кипу и там приложиться то есть для него совершенно нет никакой разницы в ритуалах иудейских и совершенно альтернативных им по всем смыслам ритуалах православных то есть это сатанист стопроцентный сатанист вот он две противоположности считает приемлемыми это самый настоящий сатанизм если бы он был какой-то иной религией и открыто ее проповедовал ну тогда можно было бы что-то сказать о его вероисповедании сейчас его вероисповедание это сатанизм Грудинин конечно не глубоко воцерковленный человек но те средства которые получают его предприятие позволили построить храм Грудинин открыто самоопределяется как человек православный он православный человек и другого вероисповедания у него нет он может совершать разные ошибки в риторике в каких-то там высказываниях но его православная ориентация не вызывает сомнений по крайней мере он открыт для православных смыслов Путин абсолютно закрыт то есть он враг православия враг Христа это совершенно очевидно из всех его действий из всего того что он творит здесь и из его особых отношений с различными сектами этническими сектами религиозными сектами для него православие это примерно то же что и для самозванца Гундяева это просто административная структура которая морочит головы людям и в нужный момент им говорит голосовать надо вот так ну я уверен что Самвонов снова заставит паству голосовать за Путина вы пойдете за него голосовать либо не ходите совсем либо если вы понимаете насколько актуально вот это противостояние Путин Грудинин значит вы пойдете голосовать за Грудинина или вы будете выбирать снова какую-то падаль которую собрали с обочины и вам представили вот эти дохлые кошки вы будете их трепать там Жириновского или Титов из якобы предпринимателя на самом деле просто ставленник еще один ставленник олигархов ну удобный такой наверное его зарегистрируют или Собчачку за кого вы будете голосовать нет мы уже четко видим когда мы ставим голосовалки на страницах в социальных сетях мы видим что противостояние совершенно четко Грудинин или Путин по вероисповеданию мы русские православные люди за кого должны голосовать если мы вообще должны голосовать конечно за Грудинина если мы вообще отказываемся от голосования то только в той ситуации когда это голосование противно нашему духу если противно не идем голосовать если считаем что здесь можно разрешить хотя бы какие-то проблемы ну хоть какие-то потому что Путин не то что не решит никакие проблемы он их резко усугубит поэтому его и держат на этом посту и хотят удержать в очередной раз потому что как только произойдет его оглашение его избрание я уверен первейшей же его мерой будет повышение пенсионного возраста ну просто чтобы людям не платить они будут дохнуть с голода но им не будут платить просто вот достигает человек 60 лет он рассчитывал что будет получать пенсию но у него и так работы нет а ему обнуляют вообще все доходы и до свидания и вот целое поколение таких лишенцев которых просто Путин отправит под нож сразу же возникнет после выборов и еще куча всякой мерзости которая заготовлена для того чтобы больше досталось олигархам это будет сделано вот те непопулярные меры так вот в кавычках называют они уже заготовлены и они будут произведены сразу сейчас вам будут говорить все что угодно рассказывать о демографической политике новых каких-то там инициативах все это вранье мы в этом убедились многократно хорошо мы по вероисповеданию вопрос такой довольно шаткий он абсолютно однозначен для Путина и он в некотором сомнении для Грудинина насколько он воцерковлен ну некогда ему было воцерковиться ни в молодые годы ему 57 лет ни сейчас этому не способствует ни положение русской православной церкви ни общая информационная среда где же ему ну если у него возникнет какой-то рядом с ним человек разумный и может быть священник может быть он его более глубоко посвятит в православное вероисповедание следующий момент нация нации национальности разделим два понятия они разные по нации нация это приверженность некоему политическому образованию и тот и другой естественно и Путин и Грудинин будут декларировать приверженность России приверженец ли России Путин да нет он враг России он враг исторической России враг русских культурных традиций враг всего того что на самом деле делает Россию Россией и он Россию лишил суверенитета никакого государства у нас уже нет есть какие-то руины государственности это сделал Путин не Ельцин Ельцин не успел он передал по наследству Путину эту задачу и Путин ее разрешил Россия не является суверенной территорией здесь нет суверенной нации суверенного народа который от имени которого управляла бы государственная власть есть самозванцы самозванец Путин самозванец Медведев и еще туча всяких самозванцев вот мы и сопоставим вот есть команда Путина команда Путина это вот вся нечисть которая собралась вы можете посмотреть и по этнической принадлежности кто такие лица которые суетятся вокруг Путина ну понятно что это лица не русские может быть это не тотальные евреи а евреев там очень много каждый может перечислить олигархов РБК в свое время опубликовала цифры соотношения этнических групп вот в верхней части политической элиты и то это только вершина айсберга потому что это то что легально то что там можно рассчитать посчитать конечно там аномальное количество евреев и вообще не русских русских там формально русских там не больше половины среди вот этой олигархи русских в России более 80 процентов ну скажем русских по культуре даже 90 процентов и более наверное вот в олигархате более 50 процентов не русских или около скажем пополам делится но если еще пощупать тех кто себя считает русским или кто записан как русские в этом олигархате то посчитаем прослезимся там русских вообще нет поэтому Путин это отчаянно антинациональная группировка он является составленником Грудинина команда Грудинина все-таки сформирована в основном из русских людей национал патриотов его команду включили русских людей кто там не русский кто там не русский я не знаю там из КПРФ вот эти там 21 человек кто но 22 человека те которые выставлены со стороны национал патриотов это все русские люди все русские люди и среди них есть и глубоко воцерковленные православные люди есть просто русские националисты ну ваш покорный слуга например есть и другие националисты не составляют существенную там или крупную группировку вот в этой в этой команде еще вопрос как эта команда будет дальше существовать потому что странная пауза которая возникла в предрождественский период как-то уже очень затянулась по крайней мере вот ко мне как члену этой команды выдвинутой со стороны национал патриотов никто не обращается как будто нет избирательного штаба избирательной компании нет это большой вопрос еще вообще Груденец станет лидером станет ли он лидером на этих выборах пока что мы запустили голосовалки в нескольких местах ну поначалу Грудинин с огромным отрывом все там Путина просто не видно там в 3 в 5 раз отрывается Грудинин по числу голосов потом запустили вот после Нового года запустили машину лжи которая всегда работала вокруг Путина это сетевые тролли которые пришли и начали голосовать у них там по 100 аккаунтов каждый по 100 раз может проголосовать и картина исказилась а люди-то смотрят почему-то кстати все время верят все время верят тем цифрам которые есть ну мы же знаем что поток вот этих фальшивых личностей начинает искажать голосование мы знаем а люди смотрят и не понимают о а Путин-то вырвался уже вперед ну где-то вот так соотношение 4 к 3 уже Путин впереди ну вы где видите голосовалки-то поддерживаете кого-то хотя бы там не только Путин с Грудининым но реально противостояние именно такое Путин или Грудинин антинациональная власть и власть которая потенциально все-таки может стать национальной если у Грудинина голова на плечах есть а вроде бы есть тогда будет национальная власть национальное государство по крайней мере национально-государственные интересы будут защищены а при Путине они будут систематически уничтожаться и сама нация будет уничтожаться эта задача поставлена и она решается Путиным систематическим образом с Грудининым не так он по крайней мере И в своем вот этом мирке, который он построил, он не позволил заниматься уничтожением того населения, которое там проживает, которое создает материальные и культурные ценности. То есть его крошечный эксперимент все-таки показывает определенную успешность. И мы можем по этой модели все-таки судить, какова модель нации по Грудинину. Там есть православный храм, там есть прекрасная школа, там есть достойная зарплата для работников. Вот это его программа, реализованная на локальном участке. Но перейдем к сложному вопросу по национальности. Ох, какой поток ненависти против Грудинина и против тех, кто его поддержал, пошел в социальных сетях. Жид-жид-жид-жид-жид-жид. И кто вот это вот жужжит про жидов? Так это эти люди, которые на самом деле уже давным-давно потеряли русскую ориентацию. Они просто стали нерусскими и поэтому они определяют. Определяют, ах, оказывается, у Грудинина мать еврейка, значит он еврей. А кто так говорит? Так так говорят и должны говорить евреи. У них по традиции национальность определяется по матери. И если вы говорите, мать Грудинина еврейка, значит он еврей, это умозаключение абсолютно еврейское. Ну значит вас поздравляю, те, кто с этим утверждением пришел в социальные сети и жужжит, продолжает вот так жужжать. Видимо сломаны мозги у людей. Они себя уже переопределили в евреи, поэтому родовую принадлежность определяют по матери. Раз мать еврейка, значит Грудинина еврей. Но мать у него не еврейка, а полуеврейка. То есть он не полуеврей, а квартирон. И об этом он сказал достаточно откровенно. Но перед этим он сказал, кем вы себя считаете, спросили вы в интервью. Он сказал, я конечно русский. Я русский, сказал он. То есть вы хотите сказать, что человек, у которого в роду русский отец и отец отца русский является нерусским. Почему? Потому что один из его дедов, второй его дед является евреем. То есть три четверти русской крови вы цените ниже, чем четверть еврейской крови вот в этом родовом концерте, который образовался в наследственности Грудинина. Это не идиотизм. По роду племени Грудинин является русским, утверждаю я. А главный вопрос в данном случае это самоопределение человека. Вот самоопределение для него он сказал, я русский, не задумываясь сразу. Это вам не Путин, который сказал я русский, кажется всего один раз, когда его спросили об этом во время переписи населения. И больше Путин никогда не называл себя русским. И вообще слово русский он произносит с огромным трудом и крайне редко. Вот русский мир была концепцией, политтехнологи выдумали как раз в связи с Донбассом. Поиграли этим термином, что-то там Путин тоже несколько раз брякнул. И все, затихли, нет этого термина, списан Донбасс. Нет Донбасса. Донбасс был политтехнологией. И поэтому мы здраво должны относиться. Одно дело это защитники Донбасса, ополченцы, которые поехали туда отбиваться от жидобандеровцев. Вот это одна оценка. Другая оценка это путинские ставленники на Донбассе. Конечно, отношение к ним совершенно иное должно быть, чем к простым русским людям, которые поехали сражаться за родину. И здесь вот тоже есть недостаток информированности Грудинина, которого теперь упрекают. А он за Минские соглашения. До чепуха Минские соглашения. Опять сравниваем Грудинин, Путин. Кто эти Минские соглашения абсолютно предательски инициировал? Путин. Путин предатель русских национальных интересов, интересов национально-государственных интересов в России. Грудинин что-то сказал за Минские соглашения. Ну, я уверен, поговорить с ним полчаса, он сразу все поймет, что такое Минские соглашения. Ну, некомпетентен человек в этом вопросе. Можно его сделать компетентным? Легко. Потому что он легко все схватывает. Он человек очень динамичный мыслящий. Мыслящие это хорошо видно по его интервью. Это же не тупица Путин, у которого даже все шутки заготовлены и транслируются ему в ухо суфлером. Разница принципиальная. Так, вернемся также к вопросу снова, к национальности, национальность Путина. Национальность Путина какая? Его национальность скрыта. Вот Грудинин открыто сказал, да, вот отец и отец отца это русские, а один из дедов, да, евреи. Вот, ну, на четверть еврей. Да, так случилось. Кстати, вот должен здесь зацепить эту проблему, тоже сейчас пошел разговор такой вот, якобы в защиту Грудинина. Ой, ну у русских, у каждого русского, у кого ни копни, вот везде есть какие-то связи с иными племенами. Да нет этого, да нет этого. Да, у многих есть в родстве какие-то иные народы, но они либо настолько близкие, что просто являются теми же русскими, когда говорят, а у меня украинцы, вот иногда говорят там, а у меня украинский там дедушка, украинская бабушка или мама с Украины. Это же те же русские, или белорусский компонент, а бывает там и более удаленный, там, скажем, польский или какой-нибудь еще славянский. Любой внутриславянский брак, это брак абсолютно чистокровный, и мы должны это понимать. И мои исследования привели к тому, что браков инородных в России менее 2%, точно нельзя установить, потому что цифра очень маленькая. Инородных браков, даже в сегодняшней, совершенно разложившейся в смысле национального самосознания России, браков инородных среди русских менее 2%. Когда вот никто про генетику ничего не знал, слово гоплогруппы никто не знал, но и не покупали вот эту книгу, я еще раз ее продемонстрирую, вот эта книга. Русский генофонд на русской равнине, такой увесистый том, Балановский, Балановская, русский генофонд на русской равнине. Вот, для меня эта книга весьма ценна, я ее в своих работах неоднократно цитировал. Это фундаментальный труд, он с одной стороны академический, с другой стороны легко читается, и здесь много всяких схем, которые позволяют понять, о чем вообще эта книга, и позволяют понять, насколько обоснованы их выводы авторов. Читать, конечно, это чтиво вам непросто, это не текущая какая-то, не фэнтези. Это серьезный вопрос, чтобы понимать, что такое гоплогруппа, как она определяет, что такое генные маркеры, это надо читать. И вот рекомендую свою книгу. Вот, когда никто не знал, что такое гоплогруппа, я написал книгу, больше 600 страниц, такой томик весьма толстый. Вот, можно найти эту книгу в бумажном виде, я думаю, очень сложно будет найти, но скачать в интернете можно, можно в каком-то из читаемых форматов. Я думаю, что я тоже выложу в электронной форме, переиздать, пожалуйста, кто-то хочет переиздать, пожалуйста, я готов вести об этом переговоры. 2010 год выпуска, конечно, тираж уже совершенно разошелся, но если кто-то сподобится переиздать, пожалуйста, я готов, я даже готов подготовить новую версию, где-то какие-то разделы выкинуть, а больше насытить как раз антропологическим и генетическим материалом, последние исследования, последние дискуссии туда вставить. Ну, нет никакой нечистоты русских, ну, нету. Вот ситуация как с Грудининым, это ситуация три к одному, примесь составляет твердую часть, то есть три к одному. Ну, это нечастая ситуация, наиболее частая ситуация, когда не только деды, но и прадеды, и прабабки являются русскими. Ну, глубже, редко кто знает, ну, некоторые кичатся, говорят, а я знаю до седьмого колена, ну, да ладно врать-то. Все архивы спалили в пламени гражданской войны, потом в пламени Великой Отечественной войны. Ну, почти ничего не осталось там. Ну, и не вели до революции таких уж точных метрик, ну, где вы найдете это все? В церковных книгах, где эти церковные книги, где эти церковные переписи? Если род какой-либо постоянно живет на одном и том же месте, ну, можно еще что-то восстановить. Ну, если нет, ну, не найдете вы, не найдете. Я вот дальше прадедов не знаю ничего, даже имен не знаю. Ну, и тут мне тоже начали там, ну, всякие гадости писать там, а, значит, Савельев, это фамилия от этого, от еврейского имени. Да хватит врать-то. Вот уникальные фамилии. Я специально провел исследование, сам удивился, к чему пришел. Ну, от какого-то слова-то, да, вот Гусев, Уткин, там, Медведев, все понятно, от каких имен, от каких слов, это от русских слов образовано. Подавляющее большинство русских фамилий трактуется вполне однозначно и совершенно понятно. А вот Савельев-то что такое-то? И то, что там был Савл, который потом стал Павлом, да, это тоже заимствование. Вообще, евреи-то это фикция, историческая фикция. Все имена еврейские, все заимствованы, искажены, заимствованы у других народов. В моем роду нет ничего еврейского, и сколько бы там ни искали, ну, ищите, ищите, обрящите, может быть, подскажете мне, кто был раньше моих прапрадедов. Конечно, там никаких евреев не было и быть не могло, потому что все мои предки это крестьяне и мастеровые, они из этой среды. Они из среды там ростовщиков, торговцев или каких-то там иных профессий, которые не связаны с производством материальных благ. Фамилия Савельев происходит от имени скифского вождя Савлий. Это имя упоминается у Геродота, но я открыл, что еще есть даже у Гомера, есть один из персонажей, там мельком упоминаемый, Месавлий. Мея приставка в древнегреческом, используемая в именах для превосходной степени, или в значении тот самый именно он, или истинный, ну, как истинный наследник, или там истинный глава рода, Месавлий. Вот от этого происходит, и куча еще есть там всяких гипотез, предположений, как это все. Ну, на Руси вот скиф Савлий. Кому интересно, читайте Геродота и так далее. Ну, вернемся все-таки к противостоянию Грудинина или Путин. Грудинин или Путин. По национальной принадлежности как политической. Грудинин плоть от плоти российской общности. По роду племени русский. Путин прямая противоположность. Антирусский. По всем параметрам. Его национальность скрыта, но именно потому, что если ее открыть, то станет все понятно. Его национальность определяется по его окружению. Вот аномальное количество евреев вокруг Путина говорит о том, какого он рода племени. Все остальное почищено. Вы прекрасно знаете, что от его биографии не осталось ничего. Вот следов нет, все почищено специально для того, чтобы сделать его якобы неуязвимым для критики. Ну, бог шельм умеетит, мы все видим. Мы видим же, своими глазами можем убедиться в том, что это абсолютно чужой для нас человек. Абсолютно и по нации, и по национальности, и по вероисповеданию. Ну, а теперь по вопросу о державности, государственности, имперскости. Путин хоть что-нибудь сделал для восстановления России как великой державы. Ничего. Сделал прямо противоположное. Разнес буквально все основания, на которых можно было бы строить Россию как великую державу. Может Грудинин вернуться к тому, чтобы Россия стала великой державой. Как экономист, как предприниматель, он может это сделать. Ну, если, как я уже говорил, есть на плечах голова, то многие проблемы решаются весьма эффективно. Нет головы на плечах, вот тупость Путина, она показывает. Ну, он не способен просто, его поэтому и поставили. Он не способен понимать элементарных вещей, но аж в сложных будет путаться просто как мальчишка. Он остался таким старым злобным мальчиком. Он был таким в детстве, таким и остался сейчас. Ну, Грудинин совершенно другой человек. Может быть, на мой вкус, несколько легко шутит, слишком много шутливости, которая воспринимается таким мрачным нашим, уже совсем помрачневшим обществом. Зачистую монету, когда Грудинин говорит в ответ на вопрос, ну, а какие у вас преимущества, да, у меня усы похожи на сталинские. Многие воспринимают это так, а он, как он нашу священную фигуру затронул, какой он сталин, он вообще никто. Ну, ребята, ну посмейтесь над собой, какие же вы дураки. Вот вы во всем этом возмущении выглядите как дураки. Давайте не будем такими. Давайте будем понимать, где шутка, где всерьез, где говорится о мрачных вещах, где все-таки пытаются разрешить или разрядить такую мрачную обстановку. Так, по державному строительству, конечно, нет сомнений, что здесь мы видим абсолютное преимущество Грудинина, как человека, который все-таки что-то создает, создает своими руками и создает успешно. Путин безуспешен в государственном строительстве абсолютно, абсолютно. В его руках государство превратилось просто в мафиозно-клановый криминальный механизм. Судей нет, прав граждан нет, прав предпринимателей нет, ничего нет, все разрушено, абсолютно вся государственная правовая система разрушена, Конституция не соблюдается, не плюют ее как угодно, ворочают туда-сюда, к Москве присоединили огромный кусок Московской области, без всякого референдума, без всякого обсуждения по Конституции должны были. Объединяют там, без всяких референдумов, решением одного только парламента, субъекта федерации, ну и хорошо, что объединяют, но, ребята, надо по закону как-то действовать. Крым присоединили, можно было по закону все отточенно сделать, нет, не могут, потому что, ну, нет мозгов у людей, которые вокруг Путина, нулевая у него команда по компетентности, она компетентна только в том, как набивать собственные карманы, в остальном она абсолютно недееспособна. У Грудинина совершенно другая команда, другая программа, противоположная путинизму во всем. Еще не такая, чтобы строить русское национальное государство, но, по крайней мере, на этой базе что-то можно сделать. Поэтому во всех аспектах мы видим абсолютное противостояние, абсолютную противоположность Путина и Грудинина. Можно какую-то более острую оппозицию выстроить в отношении Путина? Можно, но пока мы не можем консолидировать даже общественное мнение вокруг каких-то иных фигур и иных идей. Мы с русским национализмом приходим к русским людям, а они ни черта не понимают, они вообще ничего не понимают. Они за четверть века ничему не научились, поэтому у них опять социалистические идеи на уме, которые провалились полностью, которые невозможны. Ни в современном мире, ни даже при Марксе они не были возможными, тем не менее, вот они охватили сознание Охласа, и он превратился в Россию, из потенциально русского национального, в безнациональный, в советский. А сейчас это русскоязычные россияне. Вот мы не должны быть русскоязычными россиянами, и должны быть прагматиками, которые выбирают. А то в данном случае мы можем выбрать Грудинина, если мы все-таки подозреваем возможность бескровного перехода власти. Ведь Путин только вперед ногами будет вынесен из Кремля. Даже если Грудинин победит, но незначительным перевесом, все равно объявят победителем Путина. Подтасуют результаты, даже просто в конечном итоге. Идите, оспаривайте в суде. А суды все путинские. Ну, бессмысленно в судах что-то оспаривать. Что объявят? Мы можем, конечно, проконтролировать, мобилизовать людей, чтобы они пришли на избирательные участки. Но оттуда их будет удалять просто полиция. Вы будете составлять какие-то протоколы. На каждом избирательном участке будут нарушения. На каждом. И что дальше? Вот по количеству участков, количеству судебных процессов сможем запустить. Что-то это даст? Не даст. Мы можем убедиться в том, что Путин фальсифицирует выборы. Да мы убеждаемся в этом каждый раз. Кто умеет считать, кто пользуется информационными технологиями, показывает нам постоянно графики, как Путин фальсифицирует выборы. Все без исключения выборы, в которых участвуют он или его соратники. Все без исключения. Все губернаторские, все парламентские, все президентские. Вот от начала, как в 90-м году передел власти якобы на выборах состоялся, нам так рассказали, на самом деле, конечно, и не так. Вот с тех пор все абсолютно выборы фальсифицированы. Все. А уж при Путине они фальсифицированы самым циничным образом, потому что они фальсифицируются в конечном протоколе. Вот конечный протокол вам показывает, а на чем он основан-то, на чем он обоснован. А там расчет идет в обратную сторону. Есть заранее заложенные результаты, тем более компьютерные технологии сейчас это позволяют. Есть конечные результаты, и от него рассчитывают, что должно быть в регионах на каждом избирательном участке. Вот и все. Но где-то можно не фальсифицировать, потому что народ дурак, сам пришел, сам проголосовал за своих врагов. Не надо фальсифицировать. Так мы рассматриваем возможность, что все-таки мы, если нас 80% проголосует за Грудинина, ну это просто можно будет только военным путем удержать власть за Путиным. Но если проголосует 60-40, как вот Грудинин надеется, то эти 20% разницы Путин компенсирует. И скорее всего он будет стремиться к тому, чтобы в первом туре объявить себя победителем. Ну пусть будет 52% у Путина, и там скажем будет 35% у Грудинина. Ну так уж вышло, все равно Путин будет объявлен победителем. Вот не допустить, чтобы все разрешилось в один тур, и затем не допустить, чтобы за Путина шли хоть какие-то голоса. Ну мы же ненавидим этот режим. Ненавидим. Ну значит мы должны как-то подтолкнуть ситуацию. Значит должны проголосовать за Грудинина так, чтобы его победа была очевидна. Тогда будет и наша победа над олигархией. Не окончательная, но по крайней мере первая победа. Эта ситуация возникнет только в том случае, если Грудинин будет выполнять свои обязательства, которые он дал национал-патриотам и подписал эти пункты. Вот покажу эту бумагу. Можете прочесть. Бегло так, не будем на этом особенно акцентироваться. Вот эти обязательства должны быть исполнены. Если они будут исполнены, то у нас есть за что голосовать на этих выборах. Потому что Грудинин на этих выборах другой по отношению ко всем, кто будет выдвинут. Есть Путин и путиноиды, и есть Грудинин и антипутиноиды. То есть нормальные русские люди, которые должны проголосовать за смену режима. Еще коротко остановлюсь на простеньком вопросе. А можно с Путиным сравнить просто обычного человека? Наша партия Великой России поддержала выдвижение кандидатом в президенты Юлии Стадничук. Мы пришли, в том числе, в котором смогли собраться в выходной день, 4 января, пришли на это выдвижение. Юлия Стадничук, кто такая? Меня спрашивают. А вот именно потому, что вы ее не знаете, поэтому мы ее и поддержали. А тех, кого вы знаете, поддерживать нельзя. Они просто негодяи. Пришли поддержать просто достойного русского человека. Русского православного человека. Как раз по этим параметрам. По вере. По вере. Путин антиправославный, Юлия Стадничук православная. Путин антирусский, нерусский, Юлия Стадничук. Русская фамилия. У нее по мужу украинская. А девичья фамилия, не будем называть. Она обычная простая русская фамилия. Порода племени. По пониманию державных задач Путин ноль, Юлия Стадничук великолепно их понимает. Не до такой степени великолепно, как должно быть у реально действующего кандидата в президенты, но по крайней мере все основные моменты для Юлии Стадничук понятны. И вот я внимательно следил за ее выступлением во время этой процедуры и не обнаружил ни одной глупости, даже ни малейшей глупости, просто мелкой ошибки. Конечно, как человек далекий от политики, вот сейчас решивший как-то о себе заявить именно в форме попытки выдвижения, выдвижения не состоялось, но не собралось 500 человек. Может, кстати, и собралось, я до конца точно не знаю, но по крайней мере в зале было около 100 человек, не более. И вот при этом выдвижении речи, достаточно длинные ответы на вопросы, сложные вопросы, даже удивительно сложные вопросы, не было ни одной ошибки, ни малейшей ошибки. Вот прекрасно из народа выходит человек, заявляет о готовности заниматься политикой, прекрасно разбирается в социально-экономических вопросах, в державно-строительных компетентности, несколько ниже, но есть большой потенциал для роста во всех аспектах. Ну почему же не поддержать? Вот такие люди должны выходить, независимые кандидаты должны выходить в избирательную кампанию. В этот раз не получилось, но я надеюсь, что Юлий Стадничук создал сейчас свое движение, и об этом было заявлено, вот на той процедуре, которая проходила 4 января. И выйдет, может быть, на следующие выборы, как достойный кандидат, достойный оппонент для достойных людей. Но с Путиным ей дискутировать бессмысленно, или с каким-нибудь Навальным, вот она как спаррин-партнер себе так вот пыталась, может быть, еще как-то найдет его как оппонента. Ну она просто разложит его как мальчишку. Ну и Путина без суфлера Путин вообще не сможет отвечать, ну у него уже вообще мозги застыли. А здесь динамичный ум, возраст как раз, когда входит в политику, когда уже есть жизненный опыт, когда есть профессиональные умения. Это не юный человек, который просто, так сказать, с дуру в это дело пошел, а это сознательный выбор. Это как раз такой человек, которого стоило поддержать. Мы поддержали всеми силами, которые у нас были, но их недостаточно. Если мы не можем собрать 500 человек в Москве, призыв-то был мой, только мои материалы посмотрело около 10 тысяч человек. И что же, с 10 тысяч человек не набралось 500, которые могли бы прийти в свободный от работы день, когда уже все давно отпраздновали, когда уже опьянели и после опьянения отрезвели. Ну может некоторые заново начали пить. Но почему не пришли? Почему не пришли? В том числе я и к своим соратникам упрек направляю. Ну как же так? Почему же вы остаетесь? Если вас призывают к достойному делу, вы остаетесь сидеть дома. У вас там куча всяких проблем. Вы не можете потратить один день для достойного дела. При встрече 28 декабря национал-патриотов с Грудининым я очень короткую речь там произнес в адрес кандидата. И я сказал, что у него выбор есть очень сложный для личности и такой судьбоносный, в том числе для него самого, стать исторической персоной, вот таким человеком, на котором концентрируется все оппонирование ныне действующему проклятому путинскому режиму. Либо его превращают в театральную марионетку и таким образом соглашаясь на это он сам себя унизит и все его жизненные достижения просто пойдут прахом. Вот эта альтернатива для этой личности, это убеждает меня в том, что все-таки выбор для человека, который уже много повидал и сделал в жизни, однозначно в сторону исторической персоны, а не в сторону политической марионетки, вот этой тряпичной куклы, которую показывают публики, завлекая ее на какое-то представление. Я надеюсь, что Грудинин превратится в эту историческую личность все в его руках. Его, конечно, там облепили эти коммунистические администраторы, которые рассказывают ему, что они прекрасно выборы проведут. Они не умеют проводить выборы, они просто не знают, как это делается, они не умеют побеждать, они не понимают, в каком состоянии находятся умы и вообще, что надо говорить. Он сам даже гораздо лучше понимает, чем его коммунистические советники. Если он не выполнит свои обещания, подписанные, это уже, можно сказать, предвыборные обещания в адрес значительной части того электората, который мог бы за него проголосовать. Если он откажется от практического воплощения того, что он подписал, то, конечно, я лично скажу, что не получилось. Мы тогда рассчитывали, что человек вроде достойный, и мы его поддержали, но не получилось. Все-таки я рассчитываю на шанс, что получится из Грудинина историческая личность, что он выйдет как главный и единственный оппонент Путина и путинизма. И, наконец, я рассчитываю на то, что избиратели сориентируются именно на Грудинина, ни на кого другого, и на выборах он победит Путина. Дальше, как будет дело, большой вопрос. Но вот сейчас созрели все предпосылки для этого, поэтому нам надо русским людям, русским националистам, русским национал-патриотам собраться, сконцентрироваться, отбросить все эти глупости, все эти суждения, жид, не жид, не жид, не жид и не еврей даже, а русский человек с примесью еврейской крови, который самоопределился как русский, который самоопределился в своей жизни как созидателя, а не разрушитель, который не является там ростовщиком, спекулянтом и не входит в эту путинскую шайку. Вы его и не знали, поскольку не мелькал он перед вами на экранах. Мы должны узнать в груди, не помочь ему самому узнать в самом себе ту самую историческую личность, которая должна радикально, кардинально изменить ситуацию. И изменить в том числе не только свое сознание, но и сознание людей. Победа над олигархией возможно, значит мы должны приложить все силы, чтобы эта победа состоялась. Россия, русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин